здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами свеклана филатова рада приветствовать вас на моем канале а я надеюсь что не многие из вас растерялись в связи с моим таким долгим перерывом давайте не будем откладывать в долгий ящик наш разбор и займемся непосредственно делом а дело у нас сегодня такое это инцидент который произошел на оскаре на церемонии этой премии да и как говорят все таблоиды как говорят все сми довольно скучное было мероприятие до тех пор пока у вилл смит не врезал на крис уроку и с тех пор это это церемония стала более цитируемой да и а давайте же разберемся почему почему мы не все поверили в искренность этого удара не все поверили в то что действительно произошел скандал и почему сейчас вот все все разделились можно сказать на два лагеря кто-то верит кто-то не верит давайте расставим все точки над и и так давайте внимательно наблюдать за поведением участников ну изначально мы видим что уилл смит сидит довольно расслабленный да у него поднял он поднял челюсть да он наблюдает он присматривается да он расслаблен он наслаждается моментом он хозяин положения да вот он прям как победитель сидит и в общем то ничего не предвещает бури да и вот это как раз и выбило многих из колеи все думают почему сначала улыбался шутки а потом перестал это делать надо но вот как-то странно до его поведение но давайте дальше наблюдать значит его поведение мы увидели то он улыбается он расслаблен дальше а вот на поведение ведущего я считаю что стоит обратить пристальное внимание но сначала смотрите он внимательно наблюдает за реакцией да и вот этот жест когда рукой ладонью вниз он как бы хочет загасить любое возражение он говорит успокойся сиди молча сиди тихо да то есть это такая такой знаете можно сказать признак агрессии да то есть я тебе не давал слова сиди молчи и при этом он немножко отступает поднимает брови он понимает что он немного перегибает палку до перегибает палку но тем не менее видите вот такой противоречивый жест говорит о том что он очень сильно волнуется он понимает что он делает вот это очень важный момент до понимает что он зашел на чужую территорию но он своим жестом говорит посиди молча да я я сейчас все скажу в но в какой-то степени это можно трактовать но ты посиди пока молча сейчас ты все поймешь да можно и так объяснить это ну давайте дальше но смотрите дальше что происходит он не только этот жест но он еще и в указательным пальцем как бы руководит да то есть здесь он сначала сказал сиди молча а сейчас я тебе дам слово до сиди молча сиди не дергайся но он видит что негативной реакции нет и еще больше наглеет или смелеет как вам удобней и видите отклоняется он понимает он понимает что заходит не на ту территорию он понимает что зашел на минное поле то есть он хорошо понимает что делает да и это прошу отметить видите потом он немножко пытается сгладить вот эти два жеста да вот этот и вот этот да он как бы наклоняется и склоняется перед собеседником он как бы говорит но извините это моя роль извините я вот так вот себя показал может быть вам не понравилось но я же хороший да я хоть я хочу перед вами выслужиться да вот этот наклон корпусом говорит о том что человек хочет чем-то помочь чем-то выслужиться да как бы поклонился да и внимательно наблюдает за реакцией а теперь у него в глазах появился немножко страх немножко так вот мы видим что он отступает и эмоция страха появилась видимо в этот момент он увидел что уилл сейчас отреагировал да и вот-вот даст определенную реакцию а теперь давайте наблюдать за парой смитов потому что здесь надо смотреть на обоих уча ну на всех участников да ну сначала давайте смотреть наблюдать за уиллом вот видите он смеется он расслаблен ему весело в общем то и нет никаких признаков агрессии совершенно но в этот момент он еще не посмотрел на свою жену а давайте наблюдать за женой уилла смита джада давайте что что она нам поведает и так она смотрит с оценивающей улыбкой у нее довольно напряженная нижняя часть лица при этом до челюсть была поднята а потом она поняла куда ветер дует и ей это не понравилось и смотрите дальше какая реакция она замерла до в какой-то степени она испугалась но здесь больше недоумение и досада вот с досадой так видите теперь она пересаживается ей абсолютно не нравится выпрямилась напряглась то есть здесь уже пошла негативная реакция и конечно же вот когда она эту реакцию дала уилл смит когда насмеялся он увидел он посмотрел на свою жену и понял что надо действовать ну то есть здесь мы видим не совершенно не противоречивую реакцию не понравилось это очень четко жене уила смита и отсюда можно сказать что пошло дальше пошло представление дальше до ну и видим да испуг спрятал руки переминается с ноги на ногу наклон вперед то есть он пытается это сгладить он пытается а он понимает что сейчас поднялась волна но он вот как-то еще можно сказать пытается это замять в какой-то степени но продолжает продолжает вместо того чтобы извиниться а вот теперь давайте наблюдать за самим ударом уилл смит подошел при этом он выставил лоб вперед когда шел то есть это была такая упрямая саботирующая позиция да то есть он на нацелился и вот здесь как раз фишка в том что не челюсть вперед не какие-то он просто для себя понял что он сейчас это сделает да и не ничто его не переубедит и поэтому он выставил лоб вперед и пошел ну можно сказать делать этот удар потом перед ударом была небольшая пауза все-таки он ну как-то вот сомневался тем не менее вот при том что да вот вот в комплексе получается что он шел с намерением ударить да и не что его не должно было переубедить в обратном и когда он немножко замялся перед ударом это как раз вот и признак того что он все равно сомневался но тем не менее он убедил себя изначально что надо ударить поэтому он этот удар наносит вот смотрите и ну вот самое такое что уже отметили другие эксперты конечно же удар такой шуточный можно сказать как в кино я не знаю то ли он драться не умеет то ли просто не успел разозлиться по-настоящему да ему просто было важно это сделать ну то есть агрессии тут в общем то никакой нет обычно когда есть агрессия то человек сначала раскачивает себя до сначала он сожмет кулаки это как минимум да здесь он абсолютно даже не кулак не сжал вот просто так как-то на отмашь ударил ничего не сказал и в общем то ну как бы это не такой полу удар получился о чем это говорит о том что он в общем то в это не вложил много каких-то эмоций он просто этот удар нанес потому что ему надо было зафиксировать вот это действие смотрим дальше и уходит тоже красиво обратите внимание на лице у него улыбка он придерживает лацкан пиджака то есть но он по сути он красуется красуется и при этом плечами еще в сторону для мужчины это знак того что я альфа самец я здесь главный я любуйтесь мной да вот это вот раскачивание плечами у мужчин как раз и есть признак того что он показывает свою главенствующую роль у женщины например раскачивание бедрами то есть вот самые такие вот моменты которые у мужчины показывают его мужественность это раскачивание плечами а у женщин раскачивание бедрами вот мы демонстрируем друг другу так свою сексуальность и получается что уилл идет в общем-то не абсолютно не агрессивно он идет красуется да он любуется собой любуйтесь мной я я молодец да то есть вот здесь больше этого посыла нежели какой-то агрессии по-настоящему да то есть получается что в какой-то степени это представление до а теперь смотрите уилл продолжает что-то кричать и при этом у него все-таки улыбка улыбка на лице да у него губа пошла вперед но это увы с улыбкой говорится понимаете то есть он как бы пытается себя раскачивать на агрессию в итоге он себя раскачивать а в конце он действительно разозлился он действительно вошел в образ получается что ну что мы здесь видим мы видим что уилл смит в общем-то особенно даже не разозлился он просто не успел разозлиться и если бы действительно ну как бы он реально разозлился может быть по-разному он мог бы себя повести но смотрите вот что касается все таки была ли там договоренность со стороны уилла смита я думаю что все-таки нет это был экспромт с одной стороны да но с другой стороны он просто не успел разозлиться он просто не успел как-то среагировать он просто увидел реакцию своей жены и решил перед ней в какой-то степени выслужиться до показать ей свою любовь показать ей что он за нее вот здесь получается что правы и те и другие и кто говорит что это подстава кстати насчет подставы я к этому вернусь обязательно потому что тут есть о чем поговорить но почему вот мне хотелось понять почему он так вступился за свою жену мне естественно захотелось посмотреть на их связь немножечко но я я раньше не интересовалась их семейной жизнью и вообще на ком он женат и все такое но мне стало это интересно давайте разберемся вместе с точки зрения нумерологии физио гну и этого формулы души и конечно же что мы здесь видим да действительно у них очень хорошая связь вот его жена вот он я не стала ей ставить фамилию но вот здесь вот с его фамилией да она носит двойную фамилию это в том случае делается когда она не хочет отказываться от своей фамилии но вот на момент встречи этих людей да я могу сказать что они сразу друг друга полюбили почему потому что вот его душевное побуждение полностью соответствует с ее личностью то есть он искал именно такую женщину как она да безусловно это ограничение свободы кто у меня уже учится на нумерологии кстати под видео есть ссылочка этот нумерология совместимость но там не только совместимость там вы можете в себе разобраться да а те понимают что пятерка это тяга к свободе но когда здесь кармическая 14 то это значит что человек тянется к свободе но не может себе этого позволить да по каким-то причинам он сам себе находит в всегда не свободу вот он ищет именно таких женщин да и нашел в ее лице а личность это то как мы себя позиционируем то как нас видят и в данном случае конечно же ее видят именно таким человеком да и он в нее влюбился что касается ее то у нее душевное побуждение семерка это его день рождения ему можно менять фамилии псевдонимы все что угодно но в любом случае он будет для нее интересен да и кроме того ну жизненный путь у него 22 я даже не удивлена потому что действительно он великий актер и это нормально когда она добавляет фамилию мужа да все равно у нее связь остается к нему у него связь получается но у нее появляется на личности мастер число мастер число это знаете а то цифра которая может вибрировать так как ей захочется если ей хочется быть такой то она будет именно такое будет ему интересно да у них действительно связь есть очень хорошая вот в плане совместимости да если я такую связь вижу то я всегда на консультациях говорю что у вас очень хорошая связь но если глубже копнуть то знаете здесь я как всегда приведу цитату одного человека не помню кто сказал но есть такие слова мы должны быть похожими чтобы понимать друг друга и чем-то отличаться чтобы любить друг друга вот здесь у нас формула души уилла смита а здесь формула души его супруги и что мы здесь видим а мы видим что у него два центра да вот венера и меркурий а у нее эти планеты тоже в центре вот как раз этот фактор где а сейчас секундочку я себя перенесу я все закрыла сейчас секунду адан получается что это тот фактор о котором я только что сказала мы должны быть чем-то похожи чтобы понимать друг друга а именно чем они похожи это умение мыслить они мыслят одинаково они показывают себя миру влюбляют в себя тоже одинаково но мы это видим да что еще их связывает давайте посмотрим уилл что ищет вообще в женщинах но у него список конечно большой до большой список вот видите на орбите венеры а как мы знаем кто у меня учится на формуле души мы знаем что у мужчины запросы на женщину ту которая будет рядом с ним как раз вот формируются вот здесь и чем больше здесь планет тем больше запросов у мужчины тем больше вариантов он может перепробовать до чтобы найти свой идеал а идеально если партнерша будет соответствовать всем его запросам это просто знаете тот брак который совершается на небесах но здесь давайте посмотрим и четыре планеты да мы видим одна из них это юпитер мы видим что у супруги актера как раз юпитер в центре да причем шестибальный причем обратите внимание у уилла смита юпитер 0 0 0 баллов и вообще у него социальные планеты очень мало развиваются вообще удивительно для меня лично удивительно то что человек так популярен да и у него всего один балл социальных планет но для примера я могу привести вот такие вот ну вот случаи когда известные люди были с таким малым количеством социальных планет например у гитлера социальных планет аж два балла да а у саакашвили юпитер тоже вот 0 баллов то есть его отовсюду гонят да казалось бы может быть он и не неплохие какие-то вещи говорит и ну какие-то как бы не такой уж он бред и несет но все равно все против него настраиваются именно потому что у него юпитер 0 баллов он как бы хочет быть таким да он хочет принести что-то нужное но все равно не находит никакого одобрения до со стороны социума вот здесь то же самое получается человек которому очень сложно находиться в социуме вот это вот малое количество социальных планет а посмотрите у его супруги целых 10 баллов по социальным планетам это ну максимальное количество баллов это 1210 это прям тоже классно это просто фантастика то есть вообще в плане коммуникации в плане каких-то взаимодействий социумом как раз проводником общения с социумом является именно джада и самое интересное что у джады обратите внимание у нее целых 41 балл вообще ну вот суммарное количество баллов по планетам о чем это говорит о том что женщина наделена таким количеством энергии она просто как вулкан энергии она может ну не только себя поднимать вот этой энергии она может давать эту энергию своим детям своему мужу то есть это перед нами человек который обладает большим количеством энергии на но по большому счету в истории много примеров таких женщин их разных культурах называют по-разному в индийской например мифологии это женщины шакти и ко мне часто вот не так часто но я встречаюсь с такими людьми на консультациях и как правило эти люди но знаете вот они настолько много всего достигают и для них это естественно понимаете и посмотрите сколько баллов у уила у него всего 25 баллов то есть она такой энерджайзер у них по жизни да и поэтому он так за нее держится кроме того ну вот потому какие у него запросы да то есть юпитер она ему подсвечивает очень хорошо то есть по юпитеру она ему необходимо марс ему важно чтобы марс здесь оригинальность здесь у нас умение достигать ну марс и плутон это по сути энергии такие знаете воинствующие это женщина которая может за себя постоять которая там за словом в карман не полезет но это в наших реалиях но вообще это такая женщина воительница давайте посмотрим насколько же его жена соответствует этому всему у нее на орбите венеры как раз марс то есть она себя позиционирует как женщина как раз вот именно с такой энергетикой с такой вот воинствующий составляющий да то есть она умеет за себя постоять вот именно такой она себя это как правило женщины спортивного телосложения хорошо оформлены и да то есть ну и мы видим что это единственная планета у нее на орбите венеры то есть она как женщина себя позиционирует именно вот с точки зрения марса марсианской такой энергии и еще вот эти планеты которые мы увидели в запросах у уилла это плутон и уран это оригинальность и умение достигать поставленных целей вот все такое пробивные способности это все у нее на орбите меркурия то есть то как она умеет доносить свои мысли то как она себя показывает поэтому в общем то она для него идеально а у нее в общем то и нет никаких запросов на орбите марса что говорит о том что она ну довольно универсально может как сказать подстраиваться до в отношениях она может быть комфортно ну и чувствовать себя комфортно с любым мужчиной главное чтобы как бы ну все остальные факторы были налицо и вот те факторы где они похожи да они как бы как брат и сестра с другой стороны они и интересны друг другу но вот самое что меня потрясло это ее количество баллов до в сумме и я почитала вообще про их пару довольно интересные такие заметочки они ну судя по всему с ее стороны вот с ее стороны много энергии в каком-то из интервью она признавалась в изме в каких-то интервью она признавалась в изменах и в общем-то слухи по голливуду ходят про то что она изменяет ему ну например из самых известных ее любовников это сейчас скажу марк энтони вот этот вот и аугуст алсина а он младше ее на 21 год и в общем то знаете у них были довольно серьезные отношения как раз когда джада и уилл спит разводились она они как-то вот расходились на какое-то время вот в этот период у нее был роман с этим молодым человеком и он до сих пор ее помнит он до сих пор говорит о ней с теплотой ну то есть получается что но женщина действительно обладающая большим количеством энергии на этом ну что поделать где-то она признавалась что она сильно зависит от порно что она увлекается секс игрушками что она не хотела выходить замуж за уилла смита ну и прочие такие подробности их интимной жизни я почитала так довольно интересно было узнать о них такие подробности но все-таки давайте вернемся к этой ситуации с крисом роком да и знаете тут много таких моментик of которые я бы хотела чтобы вы обратили на них внимание потому что ну во-первых обратите внимание они оба афроамериканцы знаете вот почему у всех возникло ощущение что это какая-то спланированная акция но киноакадемия от этого открещивается уилл смит в общем-то и без этого нормально жил и сейчас он теряет довольно много если его лишат сейчас оскара да и давайте подумаем а кому же это выгодно кто же мог это спланировать да вот пожалуйста обратите внимание он вот перед ударом он понимает что его сейчас ударят да он наоборот прячет руки это крис рок да а значит он подставляет лицо улыбается а да безусловно он напряжен да но у него улыбка и мы видим что он в общем то даже рад получить эту оплеуху почему да потому что ну вот сейчас по слухам я где-то в новостях как-то говорили что после этого удара его гонорары выросли а это неудивительно значит дальше очень интересно то что объектом для насмешек он выбрал именно афроамериканскую пару да то есть вот здесь межнационального какого-то конфликта не будет его за это не засудят если бы он там как-то начал шутить вот по поводу другого цвета кожи да там бы могло вырасти в какой-то еще конфликта между собой как бы два афроамериканца поссорились здесь даже этого вопроса никто не поднимает дальше он мог хорошо знать об особенностях характера уилла смита а я думаю что ну вот потому что я увидела по формуле души я думаю что он довольно замкнутый человек в жизни он не любит социум да он хороший актер то он перевоплощается но вот что касается его социальных взаимодействий для него это дается очень тяжело и он вот как правило такие люди у которых мало баллов по социальным планетам они не могут уловить волну они не могут вовремя сориентироваться кто что сказал вот эти тонкости интонации вот это вот у них сложно им дается потому что это ну как бы надо в социуме быть как рыба в воде да эти люди немножечко как как белые вороны они немножечко не от мира сего и поэтому конечно же это скорее всего все знали все понимали да и объект был выбран очень четко очень грамотно и я думаю что со стороны криса рока здесь как раз ну четко спланированная акция да для чего для того чтобы быть потерпевшим для того чтобы гонорары выросли и в любом случае сейчас к нему никаких претензий он как бы да он пострадавшая сторона все его жалеют а при этом как ванька слушает доезд вот это мое мнение ну можете в комментариях написать что вы по этому поводу думаете потому что может быть я где-то и ошибаюсь ну давайте обсудим этот момент это событие да пожалуйста комментарии welcome да не забывайте поставить лайк этому видео не забывайте написать что-нибудь желательно добрая потому что я еще не оправилась от этого месячного перерыва который честно говоря выбил меня из колеи но сейчас соберусь и буду дальше делать видео поэтому оставайтесь со мной люблю вас всех очень сильно пока пока